Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Семья Бровченко. И то, что меня удивило, то, что происходило в этих влогах, это ничего не сказать. И, конечно, и возмущение, и непонимание того, как может себя вести мать любящая. Ну, предполагается, да, что любящая. По отношению к своим детям, конечно, мне этого не понять. Ну, а пока я буду рассказывать, что произошло у них во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Собрались Бровченко на охоту и рыбалку. Думаю, интересно, зима на улице, они собрались охотиться и рыбачить, что-то не то. Но, как выяснилось, Бровченко, охота и рыбалка называют поездки по магазинам. И то, что они заехали на почту, и куда-то еще они заехали. В общем, да, у них своя охота и своя рыбалка. Приехали они на почту и успели за пять минут до закрытия, чему очень, кстати говоря, они рады. И вот я думаю, если бы они завтра получили бы те самые духи, кстати говоря, да, они получали там именно духи, пять флаконов духов, что произошло бы? Ну, ничего страшного не произошло бы, духи вряд ли бы испортились до завтра, согласитесь. Ну, нет, Бровченко надо показать, какие они заняты. Потому что у них ни на что нет времени. Вот сегодня вот выдалось у них какое-то время, да, минутку свободную, они бегом полетели на ту самую почту забрать эти самые флаконы духов. Наконец-то Бровченко Таня определилась с тем, какой аромат ей подходит, и выяснилось, что это цветочно-цитрусовые ароматы. Вот, к 39 годам Таня наконец-то определилась со своим ароматом. То ли еще будет. Интересно, когда она определится с тем, что своих детей все-таки надо кормить, обучать, одевать. Ну, когда-нибудь Таня поймет это или нет? По-моему, уже никогда не поймет. Если к 39 годам она этого не поняла, то уже никогда и не поймет. Дети – это не аромат духов. Таня, кстати говоря, говорит, я так хорошо сэкономила, мол, заказывала я всего два флакона, пришло целых пять. В общем, три в подарок. За два я уплатила, она говорит, 890 рублей, а еще три в подарок. Вообще сплошная экономия. Думаю, Таня, у тебя дети голодные. Ты бы лучше подумала, как детей накормить. Чем и как ты собираешься кормить своих детей? Может быть, как-то ты об этом подумала бы? Ну, нет, Таня, думаю только о себе. Конечно, духи приобрести – это самое главное и важное в жизни Бровченко. И ведь у них денег никогда нет. А смотри-ка, на духи нашлись деньги. Когда-то давным-давно произошло ЧП в семье Бровченко. Паша разбил флакон с духами Тани. И потом, вы представляете, он склеил этот флакон. Вы вообще представляете себе? Стеклянный флакон. То есть Паша клеил стекло. И я уверена, что Паше попало знатно за то, что он разбил. Но я уверена, что это все было, конечно, по неосторожности. Ну, все бывает в жизни. Ну, в конце-то концов. Но нет, этот флакон надо было склеить, а потом еще он как-то плохо склеил. И часть духов вытекла, часть испарилась. В общем, короче говоря, да. Таня осталась без духов. И эту потерю срочно надо было восстановить. Ну, прям срочно. Да так срочно, что на ночь глядя, надо было бежать на эту самую почту. А еще мне понравилось, знаете, что... Когда вот Таня говорит, ну, пять флаконов духов все-таки мне как-то многовато. И вроде как ароматы схожи, но два из них мне нравятся больше остальных. И три остается таких вот, ну, на подарок Таня говорит. Хотя я очень сомневаюсь в том, что Таня кому-то что-то подарит. Таня гребет только под себя. Как ранее в одном из блогов Боря выразился, гребкой. Вот Таня гребет гребкой только под себя. И Боря говорит, может быть, дочке один флакон духов отдать? Дочке. Не они, а дочке. Я не встречала еще таких родителей, которые называют своих детей по половому признаку. Дочь или сын. К примеру, я отдам сыну это, или я отдам дочери это. Как-то родители называют своих детей по именам. Но только не Бровченко. И тут Таня соглашается с Борей и говорит, да-да, вот как раз сейчас она звонит. Аня звонит. То есть Аня не дома. Аня непонятно где находится. И об учебе Ане уже можно, я так думаю, забыть. Даже на семейном образовании Аня не продолжила обучение. А жаль. Едут Бровченко в магазин за продуктами, но так как они выехали в час пик, конечно, пришлось вернуться. И после того, как уже все люди, как выразилась Таня, с работы домой прошмыгнули, уже можно, мол, выезжать. И Бровченко. Ну да, правильно, неработающие люди. Понятное дело. Хотя Таня утверждает, что они работают в поте лица. Они блогеры, они трудятся. Вот Таня говорит, аж на трех платформах она еще работает. На три платформы еще видео заливает. Боже, боже, какой тяжкий труд. Особенно учитывая то, что одни и те же видео Таня заливает. Как она, бедняжка, справляется-то, а? Вот не поглодая рук, работает Таня. Бедная. Ее только пожалеть можно. Купили они в магазине подгузники для Максима. Думаю, пора уже Максиму как-то от подгузников отходить потихонечку, да? Отучать пора Максиму от подгузников. Помнится мне Таня, говорила еще в прошлом году, в августе месяце, что, мол, с сентября уже Максим будет потихонечку отучаться от подгузников. Да, Таня будет прилагать все усилия. Мол, это вот последняя упаковка подгузников. Таня нам ее торжественно показала. Говорит, все, с сентября уже Максим будет отучаться. И что в итоге? Ну, в итоге то, что мы видим. Максим до сих пор ходит в подгузниках. И Таня, по всей вероятности, считает это абсолютно нормальным. Ну, и Боря с ней рядом тоже считает это нормальным. У Максима с зубами какая-то беда. И теперь вот у него еще и с приучением к горшку беда. Я не знаю, для чего Бровченко так издеваются над своими детьми. Для чего они это делают? Даже над самыми маленькими детьми издеваются. Я просто не понимаю Бровченко. Вот понять эту семью я не могу. Даже не столько семью, сколько родителей. Ведь все исходит от родителей. И вот ни Таню, ни Борю старшего я понять не могу. Купили они все, что хотели в магазине. Возвращаются домой. Таня сидит на своем пассажирском месте в этой самой булочке. И смотрит видео в телефоне «Звезды в Африке». Помнится, мне Таня говорила о том, что она смотрит этих самых звезд в Африке. Ну, и прочие передачи, которые ей нравятся. Тогда, когда ей что-то не нравится делать. Например, на этом самом эльпсоиде заниматься. Или как там называется их тренажер. И тогда вот Таня как-то вот себе, так сказать, делает эту пилюлю послаще. Смотрит то, что ей нравится. А тут, получается, ей тоже не нравится кататься на булочке, раз она снова решила подсластить себе пилюлю. Ну, не знаю. Видимо, так. Погода Бровченко радует. Она позволила им свой участок разбить и посадить там дом. Вот говорят, надо построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Настоящий мужчина, мол, должен сделать эти три вещи. Ну, а Бровченко что? Бровченко сажают дом. Стесняюсь спросить, что они делают с сыном и с деревом. И так как дом у них уже посажен, выражаясь языком Бровченко, Бровченко разрешили ударить морозом. Все, им уже теплая погода не нужна. Новосибирск встречай морозы. Бровченко разрешили. Ну, и завершая этот день, Боря-старший говорит, вот мы такие молодцы. Нам удалось чпокнуть двоих зверей. Да, так именно Бровченко и выразился. Они чпокнули двоих, не двух, а двоих зверей. Ну, чпокнули так, чпокнули. Боря-старший имел в виду то, что им удалось и в магазин заехать и закупиться, и удалось в этот же день еще и на почту заехать. И успели не до закрытия. Вот это вот называется чпокнуть двоих зверей. Ну, и следующий влог. Таня и Боря едут покупать одежду. Угадайте, для кого? Правильно, для Тани. Ни в коем случае не для детей. Нет. Таня. Обувь будет, где-то не по размеру обувь будет, где-то будут не по возрасту футболочки, где-то, если очень повезет по возрасту, дети друг за другом донашивают эти все вещи. В общем, какой-то кошмар. А что, дети могут это все носить? Это Таня не может все старое носить. А дети могут, да. Тане по статусу, видимо, не положено. Ну, а дети что? Дети перетопчутся. И вот Таня поехала в магазин, хочет купить себе джинсы, потому как те джинсы, которые Таня хочет заменить, им уже то ли два, то ли три года. И вообще у нее есть еще одна пара. И эта пара сейчас прямо на Тане надета. И еще одна где-то есть пара. И тоже Таню она не особо радует. В общем, срочно нужны новые джинсы. 50-процентная скидка в магазине. И Таня себе набрала кучу вещей. 7-8 единиц одежды она взяла себе для того, чтобы примерить. Сказала, я это, мол, не все возьму себе. Возьму только то, что мне больше всего подходит. Ну, вы будете удивлены, но ей подошли все. И она взяла, ну, не 8, правда, единиц, да, не 8 футболочек взяла, а 7. Да, все они, Тане, подошли. Говорит, что она потратила 2235 рублей. Представляете? И спокойно она это заявляет так. Все замечательно. Она может потратить такие деньги, может себе позволить. А детям? Что она может позволить детям? 500 рублей дать ребенку на то, чтобы он купил себе подарок на Новый год или на день рождения? Это ненормально. Или что детям она еще может позволить? Может позволить повезти себя в Бургер Кинг? Да, разрешит ребенку заработать денег и повезти ее в Бургер Кинг за счет ребенка? Это Таня тоже может позволить? Ой, Таня всего столько может позволить? Ну, да. Ни одна другая мама так, конечно, не поступит по отношению к своим детям. И папа тоже, кстати говоря, на месте Бори Бровченко старшего тоже так никогда в жизни не поступит по отношению к своим детям. Ну, а родители Бровченко это родители Бровченко. Это какая-то отдельная категория родителей. И их действия мне, конечно, никогда не понять. Обычно родители от себя отрывают кусок и дают детям. Правда? Они могут не доесть где-то. Они могут не так быть хорошо одеты, как их дети. У них может не быть таких вот новомодных каких-то гаджетов, как у их детей. Они лучше детям отдают. И едят всегда родители худшее что-то, а детям дают лучшее. Лучший кусок детям. Лучший кусок ребенку. Все лучшее. А что в Бровченко? У них все с точностью до наоборот. Вот все лучшее получают в этой семье родители, но никак не дети. Хотя, извините, надо напомнить, что родители Бровченко живут за счет детских пособий, которые они оформили в таком количестве, как никто. Они прям все пособия, все, что можно из государства выжить, они выжили. И не оформляли пособия два дня. Да, потому как в один день просто не вместилось это все. Им сказали сотрудники этой службы, говорят, приходите еще завтра. Мы дооформим все. Я так думаю, что впервые в жизни сотрудники этой помощи столкнулись с подобным. Я просто больше, чем уверена. Я думаю, они были в шоке. Ну, а что Таня? Таня пришла на следующий день и дооформила все, да. И теперь вот следит за тем, чтобы все ей давали. Да иди на копеечки. Чтобы государство ни в коем случае ее не отделило. А она своих детей, за счет которых она живет вместе со своим мужем Борей, запросто может этих самых детей, кормильцев, обделить. Но я уверена, что Таня еще будет говорить, дети мои, так я же с такой скидкой все купила. Смотрите, скидка 50% магазина, плюс еще у нее была какая-то там скидочная карта, плюс еще какие-то скидки. В итоге получилось минус 70%. Представляете, какая у вас мама экономная. А я еще скажу детям обязательно. И сэкономила, да. Ужас какой. После того, как Таня купила эти самые блузочки, футболочки и джинсы. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что джинсы она так не нашла. Она нашла шорты и бриджи. Боря, старший и Максимка, с которым они ходили по магазинам, отправились в машину перекусить. Максимке купили сладкий чизкейк. Ну, правильно, вы мне написали в этом чате, в телеграме, что, мол, еще не все зубы сгнили у ребенка от сахара. Ну, а себе любимым Бровченко взяли картошку, взяли самсу с курицей, взяли компотик. Правильно, но не столько себе, сколько Таня. Вот Таня сидит и ест это все. Я так думаю, что Боря тоже неплохо поел Боря-старший. Вот поедая все вот это вот дело, Таня говорит, мол, что она теперь понимает людей, которые могут убить за еду. Практически Скарлетт О'Хара. Ну, я так думаю, что Таня наконец-то стала понимать своих детей. Дети у нее вечно голодные. И дети, кстати говоря, нуждаются больше, чем взрослые в еде. Детям нужны все витамины, все питательные вещества для роста и развития, и для нормального функционирования мозга. Но Тане этого не понять. В магазин хотели заехать за рыбой, хотели в маяк заехать, но опоздали. Рыба только до обеда. Так что без рыбы в этот раз Бровченко остали. Зато купили они 100 таблеток для посудомойки. Поехали они в Азон и купили это дело, забрали. И теперь Таня говорит, им на 4-5 месяцев хватит. Ну да, правильно вы мне написали в телеграм-чате, что действительно ведь Бровченко делит одну таблетку на две части. И действительно качество мытья им не особо важно. Почему? Потому как мыть-то особо-то и нечего. Жирное-то ничего мыть не надо. Таня ничего жирного не готовит. А что там? Рис какой-то пустой, да? Почему бы и нет? Пол таблетки для посудомойки на один цикл достаточно. Купил Боря старше себе очки на все случаи жизни. 0,75, единичка и 1,5. И Таня счастлива. Сама она очки не собирается носить, пока она так. Нужно еще без очков что-то прочитать. А вот Боре нужны очки. А вот мне интересно, Боря был у врача, у офтальмолога он был? Или он так наобом себе берет очки? Ну, это неправильно. Так не должно быть. Надо сходить в врачу, чтобы он выписал очки. Посмотрел бы, какое зрение, да? Но нет наобум. Где-то там на рынке они нашли эти самые очки и купили на все случаи жизни. Ну, и самое интересное, на мой взгляд, было в этом влоге. Это примерка вещей, да. Купила Таня себе футболочки, как я говорила, и стала их примерять. Футболочки все в обтяжечку. Они Таню обтягивают, как гусеничку. Ну, очень некрасиво. Особенно ее впечатлила фиолетовая какая-то футболочка. Меня, кстати говоря, она тоже очень впечатлила. Потому что именно она оттягивала Таню, как никакая другая футболочка. И весь ее, так сказать, эндометриозный живот. Ну, Таня считает, что у нее живот от эндометриоза. Он прям вот был нам представлен во всей своей красе. Где-то живот нависал над бедрами, где-то он волной шел. И все подчеркнула эта самая футболочка, которая Таню очень порадовала. И я, насколько понимаю, теперь это будет Танина любимая футболочка. Остальные футболочки, как я уже говорила, тоже были в обтяжечку. Но не настолько они сильно обтягивали Таню, как вот это вот самое, про которое я сейчас сказала. И, вы знаете, казалось бы, что Таня без нижнего белья, когда вот она примерку нам показывала этих футболок. Но потом, когда она повернулась в спину, я увидела, что все-таки нижнее белье у Тани присутствует. Но толку от него ноль. Вообще, что есть оно, что нет его. Я не понимаю, Таня вообще видит себя со стороны? В зеркало она когда-нибудь смотрится? Она становится в профиль, так бочком посмотреть, как она выглядит. Фанфас тоже как-то вот, да. Надо себя как-то адекватно оценивать и понимать, какое белье нужно ей. Но Таня, видимо, этого не знает. Хотя, вы знаете, как-то Таня грозилась. Она то ли в Меловицу хотела, да, в магазин фирменный Меловица поехать, то ли еще куда-то. В общем, белорусское белье она выразилась купить. Но, судя по всему, так и не купила. Да, она в принципе никакое белье не купила. Мне кажется, это вот нижнее белье, которое на Тане, ему уже не знаю сколько лет. Наверное, еще с юности Танины. Ну, ужасное, конечно, это белье. Оно ничего не поддерживает и, как по мне, так только ухудшает состояние. Но Таня, видимо, считает иначе. Хотя, я так думаю, что Таня послушает обзор и вспомнит о том, что она собиралась покупать нижнее белье и отправится в магазин нижнего белья. И купит его, наверное, за бешеные деньги. А потом скажет зрителям, ну что вы же сами хотели. Вот, пожалуйста, я обделила детей и купила себе не за 2235 рублей, как сейчас, да, вот эти самые футболочки и что она там еще купила. Бриджи и шортики. А вот купила дорогое белье, да, как вы хотели. Ну, действительно. Теперь еще и зрители будут заниматься в том, что Таня снова не будет докармливать своих детей. Ну, а все рекорды, конечно, побила блузочка. Блузочка, как Таня выразилась, приталенная. Таня вообще знает, где талия. У Тани, по-моему, талии нет. Но я же говорю, Таням зеркало никогда не смотрится, поэтому она не знает, есть у нее талия или нет у нее талии. Где-то Таня слышала такое слово, как приталенная. И решила, что талия у нее, извините, но на бедрах. Да, точненько в том анекдоте. 90-90-90. Мадам, где талию делать будем, да. Хотя в случае Тани это 120-120-120. Или 150-150-150. Мадам, где талию будем делать. И вот как выяснилось, талию будем делать на бедрах. Да. А все почему? Потому как блузочка имеет внизу манжет. Но Таня почему-то решила, что этот манжет то ли на талии должен быть, то ли действительно. Но она показывала, да, талию, она показывала на бедрах. Говорит, так хорошо легло все. Оказывается, ей идут такие приталенные модельки. Ну что сказать, Таня остается Таней. Ну а пойдет Таня в магазин женского нижнего белья? Не пойдет она. Купит она себе что-нибудь более-менее такое, чтобы поддерживала ее формы. Или нет. Возможно, где-то утягивающее белье. Помните, Таня тоже вроде как грозилась приобрести. Конечно, мы все это будем наблюдать. Таня, я так думаю, покажет нам это в своих видеороликах. Показывают они нам все. Правда, кроме местоположения дома. Но так как все тайное становится явным, я думаю, мы скоро узнаем, где они строят дом. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok